Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Бешеллах, когда фараон нас наконец-то отправил, отпустил из Египта, хотя уже мало кто его спрашивал, но не тут-то было. Мы хоть и уже стали свободными людьми, но Египет нас догоняет, как он и делает и по сегодняшний день, настигает нас на всех этапах нашей истории, но ключевым моментом, кульминацией всей этой истории, это, конечно же, рассечение моря красного, тростникового, ямсуф и главный момент, конечно, песня, которую поют наши паоцы, про отцы вместе с Муше и, дай бог, в ближайшее время будем петь вместе с ними. Но строки этой песни, это не просто какие-то пафосные отступления или специальные языковые обороты, нет, каждый из них несет законодательный смысл, как, например, фраза Зеки Либи Анвейу, Всевышний, Бог мой славам и восслаблю его, объясняет Вавилонский Талмуд в разделе Шаббат, имеется в виду, что мы прославляем Всевышнего красотой, красотой атрибутов наших заповедей. Мы должны заботиться, как говорит напрямую Талмуд, о том, что четыре плода, которые мы берем в праздник Суккот, были красивыми, чтобы все, что связано с нашим выполнением заповедей, от ханукального подсвечника до подсвечника на Шаббат, на Халка, эта штука, которую Халы накрывают, до книг еврейских текстов, все должно быть красивым. Первым, кто задается вопросом о том, что такое красота, зачем нам нужна красота, по крайней мере, из великих философов, не совсем еврейский философ Платон, в одном из своих сократовских диалогов, он задается вопросом, зачем мы стремимся окружить себя красивыми предметами, и отвечает, я процитирую, потому что красивые вещи нашептывают нам истину. И это напрямую связано с Тором и Тором, она и есть истина, и когда мы окружаем себя красивыми атрибутами заповедей, мы окружаем себя истиной, мы прославляем Всевышнего. Красиво звучит, но здесь есть небольшая несостыковка. Философия означает на греческом любовь к разуму, любовь понятия логики, и здесь есть небольшая нелогическая несостыковка, потому что если истина действительно это понятие универсальное, то нет ничего больше субъективного, чем красота. Именно поэтому в философском дискурсе уже периода эпохи просвещения философы, такие как Кант, как Дэвид Хьюм спорят с Платоном и говорят, как можно говорить о объективной красоте, или как Дэвид Хьюм формулирует, что красота не имеет никакого отношения к объекту, а является всего лишь качеством в сознании созерцателя, или простыми словами о вкусах не спорят. И невозможно сказать, чтобы наши атрибуты западе были красивыми, потому что у каждой из нас свое понятие красоты, и к истине оно не имеет никакого отношения. Не знаю, хотел ли величайший хасидский мудрец Менаха Мендалл из Скотска разрешить этот философский спор, но, по крайней менее, для меня он дает абсолютно очевидный ответ, что имеется в виду в Талмуд, объясняя тем, что Всевышний должен быть нашей славой. Он говорит, что эту фразу нужно прочесть до конца, потому что не говорится только, что это Бог мой, слава моя, прославлю его, заканчивается она тем, что Бог наших праотцов, его я восхвалю. И здесь он говорит, ключевой момент является порядок этих слов. Да, Всевышний это Бог наших праотцов, Бог Авраама, Ицхаха, Якова, Мойся, Арана, Добит, Шлойма, но сначала он мой Бог. Сначала я должен показать вот это мой Бог, и это будет моя слава, а потом уже это Бог наших праотцов. Не потому что это Бог наших праотцов он мой Бог, а в первую очередь он мой. Нет, ни в коем случае мы не отриткаем отриткаем от традиции. Наоборот, мы продолжаем эту цепочку, но я Авраам, ты Ицхак и Яков, ты Мойша, Арану, Шлойма, мы должны находить свой удаизм, свою дорогу в Торе, своего Всевышнего. Не потому что это нужно нашим родителям, учителям, даже не потому что это нужно нашим раввинам. Нет, у меня должен быть свой запрос в иудаизме, и это настоящая истинная красота, которую вижу только я. Не знаю, хотел якоцкий роб разрешить этот спор, но он точно его разрешает для меня, не знаю как для вас. Настоящая истинная красота, это моя красота, это мой иудаизм, мой Всевышний. Поэтому, дамы-господа, будьте, как говорят сегодня, креативны или на самом деле творчески в своих заповедях и находите свою дорогу в Торе, свой иудаизм, своего Бога. Успехов, до встречи, пока!